Трасса 101 Нескучного пути на 101.0 трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. Вперед! Российскому правительству понравилась идея установки на дорогах видеокамер нового типа. Они не будут фиксировать скорость авто в конкретной точке. Они будут вычислять среднюю скорость на определенном участке дороги по знакомой всем формуле длина пути, поделенная на время его прохождения. Если полученное значение окажется больше разрешенной скорости, водителя оштрафуют. Трасса 101 Со дня на день в наш город придет похолодание, прогнозируют синоптики. К выходным они обещают до 20 градусов мороза. Это означает, что оттаившие дороги обледенеют, и автомобилистам станет сложнее придерживаться желаемой траектории движения. Как не попасть в неприятную ситуацию, напомнит специалист по подготовке водителей Алексей Койков. Хотелось бы, чтобы каждый водитель понял, чем более плавно он ведет автомобиль, тем наименьше скорость у него их заносит. Плавно поворачивайте. Заранее заблаговременно скидывайте скорость и плавно притормаживайте в местах потенциальной опасности. И, естественно, лучше всего плавно ускоряться. Будьте внимательны по отношению к другим участникам движения. Если вы видите, что другой человек ведет себя на дороге не совсем адекватно, будьте чрезвычайно осторожны с ним. Если видите, что человек забуксовал где-то, не стоит стоять за ним и давить на звуковой сигнал. Лучше остановиться, выйти и располагать, помочь ему. Автобаз не против запустить в серию автомобилей с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями, при условии, что будет сформирован соответствующий госзаказ. По словам руководителя предприятия Игоря Комарова, производство инвалидок, как мы называем их в советских времен, может быть налажено на базе «Лада Гранта». Сейчас в нашей стране не выпускаются машины, ориентированные на водителей-инвалидов. Трасса 101. Чем круче джип, тем дальше идти за трактором, гласит современная народная мудрость. Согласен с ней руководитель исполкома Кировского отделения «Единой России» Андрей Лученин. Когда рассказывают люди о том, что там джип может заехать, так вот я могу сказать, что джип, недорожник какой-то или простая машина, отличается тем, кто дальше уедет в грязь. А вытаскивать, что тяжелее. Купил я бэушную РАВ-4, и так как она полноприводная была, мне в голову-то сбилось, что нет препятствий, я сейчас по лугам и всяким разным болотам легко и спокойно проеду. Решили мы с супругой съездить за малиной в деревне, а там достаточно болотистая местность. Всего лишь надо было в голове-то у меня разогнаться, и я быстренько по этому болоту проеду. Вот заехал я, до середины как раз разогнался, и так плавно опустился. В общем, пять часов мы поддомкрачивали, еле-еле сделали мы деревянную дорогу. Слава богу, у меня было два хороших домкрата. Благодаря усилиям физически еще и моей супруги, и моей собственной способности, мы эту машину как-то так вытащили. Какая бы то ни была машина, прежде всего, думай головой. Прощаюсь до завтра. Будьте предусмотрительны. Пока. Трасса 101 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...